В Гродно чествовали молодых специалистов. В областном центре в этом году первый урок в качестве учителя провели 188 человек. В зале Гродненской городской гимназии собрались те, кто совсем недавно успешно сдал сессии, получили диплом об образовании и приступили к работе. Гурком профсоюза совместно с отделом образования спорта и туризма горысполкома, а также администрация Октябрьского и Ленинского районов города, организовали эту встречу для того, чтобы помочь молодым специалистам разобраться в их правах и гарантиях, определить перспективы профессии учителя, наметить планы на будущее. Единственный возможный путь на сегодняшний день – это установление надбавки для работающих по контракту. На сегодняшний день у нас в городе в 2015 году не стало ни одного пустого контракта. Дни дополнительных отпуска у нас были и прежде. А на сегодняшний день менее 10% надбавки нет ни у одного контракта. Есть ряд категорий, которые получают контракту 30%, это особенно работники дошкольных учреждений, и даже 50%. Таким образом мы стараемся постимулировать те категории работников, но в которых учреждения особенно нуждаются. Среди молодых специалистов больше всего воспитателей дошкольных учреждений – 48 человек. Меньше всего в школы и гимназии города пришло географов, библиотекарей, секретарей и специалистов в области менеджмента – всего по одному человеку. К трудовой деятельности приступило 7 музыкальных работников, 4 педагога-организатора, 25 учителей иностранного языка. Молодые специалисты за неполных 3 месяца работы познакомились с учебным процессом, столкнулись с первыми проблемами. Во-первых, не хватает опыта общения с детьми, потому что как бы на теории это ни выглядело, практика есть практика, это жизнь. Дети бывают разные, каждому должен быть свой подход, и бывают каждому поначалу еще трудно найти свой подход. Больше всего это методическая литература, которой не хватает иногда, даже если рассматривать как интернет, то это в основном разработки российских учителей, но белорусская инфраструктура не очень так развита в этом плане. Более всего специалистов приняла средняя школа номер 39 на Ольшанке. В новом учреждении образования после получения диплома приступили к работе по специальности сразу 18 человек. Как оказалось, из 188 молодых сотрудников много талантов. В выставке декоративно-прикладного творчества, которая проходила в рамках мероприятия, свои работы представили сразу 40 человек. Алла Нучко, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+.